так у нас начался второй день на модели мы приехали смотреть на прозрачный мост или прозрачную площадку обзорную я точно не знаю не уверена это что прозрачный мост или площадка может быть не прозрачным это вполне вероятно но площадка должна быть ну что подходим подходим но прозрачного не получилось площадке да она там дальше блин какой а вот собственно и это прозрачная площадка это очень прикольно но не страшно совсем даже не страшно ожидалось что будет страшнее а тебе страшно а тебе столь не кайфово в общем то здесь очень конечно красиво суперская вода там все такое вид но блин людей много и уже как-то не так вчера мы когда ездили на этот мыс было круче намного потому что мы там были практически одни особенно вот вечером закатный такой свет красивый ну а здесь так можно заехать чисто для того чтобы поставить галочку наверное и сказать что ты здесь был видела этот прозрачный пол хотя он не очень прозрачный на самом деле ну и все можно ехать дальше нет ехать дальше мы не будем дима потому что решил полетать думаете как ты думаешь ветер нам позволит это сделать но здесь вроде не очень ветреный да по сравнению что до сих пор скажу тебе страшно запускать его что нападет разобьется скалы и пиво 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 короче странам все ок деды нам похлопали в конце все стрессанули нормально когда дима отлетал очень далеко но все нормально мы дрон не похерелись шерстяные закупим по шерстяному носку себе кончу кончу а что-то нибудь еще как маленький ослик или маленький чип потому что ты весь красный и сгорел и не помазался а все здесь смотрите сколько собак ой 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 нет нет нельзя это снимать наверно да истана истана инстаграм вечеринка москва чп потому что ты весь красный и сгорел и не помазался а все здесь смотрите сколько собак ой 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 нет нет нельзя это снимать наверно да истана 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 инстаграм вечеринка прощаюсь крутяк я довольно я довольно Снимайся, зажигайся. Вещанин еще возьмет. Я уже не пою. Ставим! Мы уверены, что нужно это снимать? Я уже не про ее. Возвращение на ноги. Продолжение следует... Прекрасный кафе с шикарным видом и много-много сувениров. Мы ехали, 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 проехали, наверное, минут пять. И тут опять началось... началось вот это вот всё, красота вот это вот. Нереально. С ума с этими над облаками просто. Блин, вообще так круто, да? Какое-то творчество здесь. Да. Да, Валера, включи. Что вы думаете об этом всём? Это жил. Жил? Считаю, ещё. Жил. Главное, чистенько так. Шистенько? Не, на самом деле грязненько. Какой-то мусор валяется. Ну, мусор валяется, да. Мне кажется, это такое место, где в туалет ходят, в общем-то, по дороге останавливаются. Следующий чекпоинт. Мы тут встретили каких-то диких горных коров. Они такие прикольные. Валерка, аккуратно, сзади корова. Вообще жесть. Смотрите, как они ползают по горам. Смотрите, сколько коров. Я, конечно, немножко... Она такая пушистая реально вообще. Класс. И вот это тоже, кстати, ничего такая. Ты хочешь почискать? Я хочу вот эту почискать. Она хорошая. Ну, если бы у тебя было что-нибудь вкусное, она бы... А печеньки нет у нас? Нет, они не едят печеньки. Она может быть, что-то кому-нибудь ей подарить. О, какой потрогай за нос ее. Ай, венели. И смотри, что она делает. Ой, ты хороший. Ты же меня не укусишь, правда? Ой, ну тише. Не? Нет, не будешь. Взяла. Ой, какой нос. На. Не будь. Боже, я сама тебя боюсь. Что она со мной играется, по-моему? Ай, ты хорошая. Смотри. Ой, ой, ой. Нет, сейчас я боюсь. Это женщина. Что с моим ребенком играете? Ужас. Простите. Извините, извините. До свидания. Более рада, что спрятался тут в засаду. Боишься, да? Дошли. Мы дошли вниз. И что здесь? Красота. В общем, мы сначала спустились вниз, вон с той горы. И теперь у нас какой-то путь наверх. Мне кажется, Дима нам придумал какой-то путь истязаний. Вместо того, чтобы повезти нас на море, он решил нас сначала помариновать тут между гор. Такая подготовка просто к завтрашнему дню. А что завтра? Вайзам. Куда? Ну, на пик. На пик. Ну, вы идите, а я, наверное, возле моря прижим. А есть какой интернет? Сейчас не треюйте туда. Какой интернет? Ну, есть какой-то. Все друг друга снявают. Они решают, пойдем ли мы завтра куда-нибудь пешком, потому что Дима нас повел сегодня пешком. И мы уже, короче, спускаемся минут... Сколько? Тридцать? Ой. Тридцать минут. Тридцать минут спускаемся и уже готовы идти назад. Вчера по городу больше хватает. Сосиница. В общем, мы оказались вообще не подготовлены для пешей тропы в 4,6 километра, которая... Только отсюда начинается. Только отсюда, да, начинается. Но мы зато подготовлены к пикнику. У нас есть пиво, вода и вино. И никто не взял ни бананов, ни еды. Вообще класс. Но здесь очень красиво и мило. И стройка сзади какая-то. Слышите? Вообще класс. Слышите весь этот ступень назад пешком. Вы платите вот этому прекрасному приятелю человека. И можете вот так вот ехать. Шилл. Шилл. Уже, короче, не хотим устанавливаться, но проезжая вот такой вид, но тяжело. В общем, тяжело. Как вам? Ну, как вам? Открою их дальше. Да ладно. Фигня, да? Вообще. Класс, класс. Мы, в общем, ехали, ехали, ехали к морю. Остановились в какой-то вот придорожной кафехе, где не понимают по-английски, по-русски. Вообще ничего не понимают. И, в общем, мы заказали себе шашлыка. Нам сейчас его будут готовить вот в этой печи. Подадут бататас фритас. Смотрите, какие здесь гортензии растут, гигантские просто. Оля заказала себе алкоголя какого-то, два стопоря местного. Как он называется? Пончо. Пончо. И, в общем, Дима заказал себе литр рома. И сейчас у нас будет веселье. Да? Вот, смотрите, наш шеф-повар пришел. Сейчас нам будет шашлык жарить. Вообще, круть, поездка удалась. Сейчас вот покупаемся еще, поедем и все. И закроем гештальт на сегодня. Ну вот, нам принесли пончо. Я, честно говоря, думала, что это будет какой-то ликер такой, что парик. А это какой-то этот... А, это какой-то вот, не знаю, напиточек. Попробуй, Дима, давай ты первый. Давай китарейки качить. Пробуй пончо уже. О, ничего себе. Ого. Что это? Он такой яркий. Нет, он яркий, очень как вкусный коктейль. Такой, знаете, супер насыщенный, да. Это какой-то супер лимонно-фруктовый. Ух, класс. Вообще просто огонь. Вообще крутая штука. Попробуй, Оль, это очень интересная штука. Ну, это реально какой-то такой коктейль, не знаю, смесь... Не знаю даже, как сок, как бдель, что-то такое. А как называется место, где ром летали? Не знаю. Он похож на самогонку с соком. На самогонку с соком? Не, ну, такой яркий вкус. Яркий очень. Как будто ром с лимончелло и медом, да. И с маракуйей. Очень и свежим соком лимонным. Ну, это лимонный у нас типа. Ну, с ромом. Ну, то есть много всего, короче. Много лимона, много лимонного сиропа, много этого рома. И что вкусно? Ну, классно, насыщенно. Ну, то есть прикольная комбо получается, потому что лимон очень кислый и ром, ну, такой крепкий. Ну, такой обжигающий. И комбо такое, да, такое получается, кисло-обжигающая. Классно. Так, а что это за машина? Исуга. Как? Исуга. Какая-то прикольная машина? Да, прикольная. На, смотрите, вай-фай-вечеринка. Оля. Это же у нас этот фуд-критик, что ты, короче, видишь. Давай своим взглядом. Я вижу кальвы, кетчук, кальвы, майонез. Так. Так. Ммм, еще что-то. Нам прибавилось. Вот, еще, смотрите, с петушком. Класс. Парелочки. Ну как? Укшес? Расскажи, как ты убивала корову. Таким, знаете, маленьким, тоненьким голосочком. А вы кур убивали? Разве она сказала, кур, а вы маленький? Нет, она... Куру убивали в детстве. Да? А, в детстве. В детстве, да. Мы такие, нет. А Оля, а я убивала. Да. Не, ну как в деревне прожить? Выжить, да. Как выжить в деревне? Ну ты вот не даешь ей имя, дружишь с ней. А потом, блин, Оля. А в музее нам чуваки рассказывали, что, типа, ну, как бы, это, типа, вот, цель жизни курицы. И ее учат, ну, с самого детства, что она готовится. Да, блин, они шутили, надимуйся. Нет, она ни к чему не говорит. Нет, ну, слушай, когда шутят, улыбают. Нет, ну, они там все не улыбались никогда, да. Мне кажется, что ты тоже сейчас шутишь, но страшно не улыбается. Нет, там чуваки так и рассказывали, может, по-самому, блин, блин. Нет, они так рассказывали, чтобы мы спокойно ели эту курицу. У нас не было, знаешь, это чувство стыда, что мы ее, короче, убили. Но они сказали, что вот она готовится, там, зарядка у нее утром. Зарядка, она выходит, гуляет, поменялся в лицо. Ну, чувак описал этот процесс вообще подготовки к курице, реально, вот, это реально, ну, зарядка отдыхает. Подготовка к курице. Ну, вообще, да, типа, не ест, ну, нормально, то есть, короче, занимается спортом, но по горам бегает. Да, специально для тебя. Не, ну, блин, ну да, по факту. И потом, короче, ее 4 дня перед, там, забоем накармливать специально, вот, резко, начинаем кормить. Что ты об этом думаешь? Она резко много-много ест, 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 ест. За 4 дня, там, она набирает массу, короче, какую-то, ну, необходимую, ну, не очень большую, но такую, типа, необходимую. У нее календарик, она там затевает, зачеркивает дни до дня X. Она только пьет, ничего не ест, и пьет, 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 чтобы очиститься, очиститься перед убийством, ну, ее. И потом ее все, раз, и все. А, и она, она, когда ест и пьет, она в будке сидит. Вообще просто, да, это она готовилась. Это был сценарий какого-то хора, ну, грузинского. Я, например, типа, чувак рассказывал, знаешь, ну, как вот, типа, вот, у него во дворе такая фигня. Нет, но так, он, да. Как если бы я рассказывал, вот, знаете, у меня там сидят, ну, мужики, на подъезде напьют, он был отечеем. Нет, ну, это правда, то, что он, что не закрывает курицу в клетке, это правда, и что кормит ее. Но то, что она готовится к этому всю жизнь, это, ну... Ну, наверное, в том состоянии транса такого уже входит, ну, вот, за эти, что-то, там, 8 дней. И вообще, ну, то есть... Ну, все, мне послали фотографировать. Ты тоже снимаешь? Валера, Валера, засунься в печку. У меня сейчас слюни до колен будут, наверное, от этого запаха. Котяра, привет! Привет, Котяра! Эй, ой, ты какой хороший, рыжий! Валера, смотри, какой кош. Ой, ты кошаричек. Все, как ты делал? Очень хороший. Там кошара, и он такой беременный, походу. Ммм, ну, что-то принесли, салат. Ммм, смотри, 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 смотри. Оно тут с чесноком, с маслом, колясом. Ммм, ну, мой гад. Ммм, ну, мой гад. А, ума, паратуман? Не, еще пить что-то? Уран? Сорвеса? Не, не, не. А, курица, курица. Смотри, не на веточках каких-то. А, точно, у них не шампура, а какие-то, эти. Бомбок, да? Ничего себе. Ой, ребята. Ребята, мы в раю. Скажи, как ты вот рекомендуешь... Как ты рекомендуешь сделать? Вот, показываете этот чек и говорите, вот так вот сделайте нам. Вот, пожалуйста, вот так. Вот так же, вот посмотрите, мы дали 11 евро на человека. И просто объелись так, что сейчас вот не сможем. И мы кофе еще взяли себе, представляете? Каждый себе взял по кофе, Оля взяла чай. И у нас получилось по 11 евро на человека. Единственное, что мы не учитываем то, что Оля не ела вообще. Мы на нее не заказывали. Нет, ну, мы заказывали на нее. Ну, я свою порцию отдала как... Нет, мы же на нее заказывали. Было пятеро, у нас было пятеро, еще был кошар. Еще был кошар вот этот вот. Он участвовал. Он переспрашивал, мы верим, что там кошки три. Да, да. Может, не как два, а что согласоваться тут на фейер? Один, да. И пить не точно? Ну, нет, ничего даже пить. Ничего, Оля пить не будет? Нет, ну, на самом деле, я думаю, если даже Оля и ела, то нам хватило просто... Ну, пять орешков. Блин, ребята, 11 евро. Мы не все даже кетчуп посъели вообще. Ну, это кофейная конфета. Не все кетчуп посъели. Не все. Не весь этот уксус выпили. Да, все соль все. Даже мазик был. Даже мазик был. Но мы им не пользовались. Мазик, как мы заценили, на самом деле. Мазиком можно просто намазаться, мне кажется. Димуся, ты можешь свою красную кожу помазать мазиком. О, мазик, смотрите, какой голодный. Вообще он натуральный, 100%. Кальва? Кальва, но какой-то такой. У нас не продают такой кальвы. Это не Катяра, но Катяра. Смотрите, вот там между горами солнышко светит. Где? Вон там далеко. А, ну да, там светит, а у нас нет. Там классно. Там классно, а у нас нет. Вот они. Что там вообще? Что там вообще, Оля? Нечего смотреть вообще. Офигенность, красота. Что там эти бассейны? Подумаешь, подумаешь, вулканические бассейны. На части острова, куда мы поедем. Да, 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 подумаешь, вообще нечего смотреть. Посмотрите, ерунда вообще. Ерунда, они в бассейне вообще не есть. Не едьте сюда. А здесь что написано? Птицы. О, класс. Вообще, смотрите. Да, здесь капец. Камни такие теплые. Теплые-теплые вообще. Здесь мохнатые такие вообще. А там вот, мне кажется, очень холодно. Мне кажется, нет камня будет теплые. Ну, а море, мне кажется, очень холодное. Мне кажется, вообще, блин, фиг пойми, но не факт. Не факт? Мне кажется, там сейчас, ну, вот видишь, никого нету. Но. Там сейчас самая тема. Там, наверное, есть этот нагретый кусочек. Например, можно залезть и будет нагретый кусочек. А здесь, ну, это что их покупалось? Да, да, здесь, здесь. Вообще прикольно. Такой вообще сюрреалистичный здесь вид. Ну, я снимаю. Короче, не верится, что это по-настоящему. Ну, да, да, да. Все оно такое какое-то игрушечное, компьютерное. И вообще... Покрашены бордюрчики. Как знаешь, у нас бы так покрасили бордюрчики. Ну, не знаю. Нет, вообще просто эти камни такие черные. И, ну, вода такая голубенькая. Вообще так красиво, что как-то все это ненатурально смотрится. Реально, как в игрушке. Хвалидов. Как в игрушке какой-нибудь. Ну, потрогай. Как вода? Теплая? Не, ну, не теплая, но и не холодная. А ты такой красный вообще, как помидор. Да, я такой мистер помидор. Не холодная, но и не теплая это как вообще? Ну, такая, ну, знаешь, ну... Ну, то есть... Купались и, по-моему, похолоднее в воде. Да? Да. Я хочу сказать. Так что будем купаться? Ну, да, наверное. Правда? Ну, блин, здесь только что вылазить, потом холодно, но... Наоборот, наверное, тепло, нет? Не. Ты ее знаешь? Какой-то, ну, отстой, что в плане... Здесь один голубь живет вообще. Здесь плохая погода, но такие клевые, короче, ну, места, где можно покупаться. Но при этом блин дуют вообще со всех сторон. И волны. И, блин, солнца нету. А с той стороны острова, ну, солнце, вот где мы живем, на Фанхале. О, вообще здесь теплое. Теплое? Да. Да, да, да. Можно попробовать прям покупаться. Ой, да, здесь такая тепленькая. Класс. Класс. Но только ветер дует вообще, да. Ветер вообще ужасный. То есть, как выйти вообще из этой тепленькой воды, непонятно. Я вот в кофте, и мне как бы вообще не жарко ни разу. И вот здесь со всех сторон, в принципе, где бы мы ни стояли, везде дует ветер. Здесь тепленькая дует. Тоже тепленькая. Ты что делать, Димуся? Искать, продолжать искать. Должать искать неветреное место, да. Вообще, здесь так круто. Жалко, что, блин, флешки нету в дроне. Блин, да, жалко вообще. У нас сломалась флешка. Вот здесь может не... Не, блин, здесь дует, дует вообще. Дует просто оттуда. Оттуда? Ну, да. И надо... Люди купаются. Вообще, крутяк. И здесь красиво, капец, конечно. Блин, а там этот океан такой весь буйный. И, ну, страшный, и волны, и все-все-все. Смотрите вообще, капец. Блин, здесь так прикольно. Посмотрите, какая вода. Бирюзовая, пена. Просто как в каком-то бассейне. Самым таком классном. Ребята, представляете, что это Атлантический океан? Что это вот океан, блин, Атлантический нафиг. Что это, блин, не какое-нибудь море или озеро, блин, да и что. Он вообще бесконечный и капец. Атлантический океан, блин, не трогай, не трогай. Атлантический океан. Нет! Нет! О, жесть! Блин, жесть! Он искупался. Аааа, капец! Вообще! Вы весели вообще! Ужас! Офигеть! Вообще капец! Вот говорят, что над этой половиной острова всегда такая пасмурная погода. И вот мы вчера видели над ней тучу, и вот сейчас мы здесь, и над нами тоже туча. Выглянуло солнце, Тимуся покупался. Так красиво, а такой свет красивый. Димуся, а что ты делаешь? Шилю. Ты, блин, красный как рак. Вообще! Я сгорел, покупался в океане и бухаю. Вообще, жизнь удавалась. Это ленишка. Под движок. Под движок. Хотите под движку? У-ху! У-ху! Блин, спасибо, Най! Смотрите, кого мы нашли вообще тут. Сидели-сидели и не знали, что мы на самом деле сидим на чуваках. На чём-то доме. Очень прикольно. Небось, это вот наступило только что на них. Найти их попробуем. Нееет. Но камни такие себе, да, они очень красивые. Не очень удобные, скажешь? Удобные, да. И совсем красивые. Там очень классный на входе лежал такой камень-дерево. Камень-дерево? Да. Ну, дерево, кусок-дерево. Камень-дерево. Такой обтёс. Он отшлифованный. Красивый. Но он очень большой, и нам в ручную платье... А, вот у вас же вы говорили, есть, типа, рюкзачок какой-то. Мы брали сувениров как камушек и вам взяли. О, да? И вы нам подарите? Да, классно вам подарим, да. Давай я покажу. Нет, не в этом кармане, вдруг. Это, короче, вулканическая провода. Вулканическая, да. Вообще... Что такое? У меня как менточка, можно и ноги скрабить. Ну, смотрите, вообще... Наверное, на континенте таких нет поборов. Да. Прикольно. Можете нам любое подарить, я думаю. Фестлок. Можете сами на себя это не изгулять. Что бы ты Оля отложила? Ракушки. Ракушки. Какая-то французская. Оля француженка просто, кто не знает, она бы откладывала ракушки. Все бы закрылки отпускали. А Оля ракушки. И профитрол. Что? Ну, я с вином еду. Профитрол. Ну, все, мы уходим. Дима покупался. Смотрели закат. Короче, стало сложно. А я знаешь где плавал, я вот там разделся, вот здесь снырнул. Вот эту всю бою хаплыл. Что прям, да? Вылез, тебя там потрогал, обратно снырнул, всю эту фигню обратно трогал. А я видела, как ты ее трогал. Да, и здесь обратно оделся. Вообще. Что ты делаешь? Димуся, что у тебя? Руки толстые. Валерия, у тебя что? Стойки. Я не спорлюсь на эту уличку. Смотрите, как у нас весело. Вообще такое чаю. Вообще кайф. Я ничего не пошла в этой, как ее. Инстамгле. Чего? Инстамгле. Инстамгле? Да.